Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование соборного послания апостола Петра на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием, жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, благобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред очами Бога. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь мужьям своим. Как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так живые мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Так мы видим, что в этих девяти стихах апостол Петр обращается к женам и к мужьям. То есть он говорит о том, что очень важно сохранять мир в семейной жизни. Мы помним, что вторая глава первого соборного послания апостола Петра заканчивается словами 25 стиха, где сказано «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блустителю душ ваших». А дальше говорится также «И вы, жены, повинуетесь». То есть это сейчас делятся главы и стихи, а раньше это был сплошной текст, и поэтому из контекста видно то, о чем позже скажет апостол Павел, «Как церковь повинуется Христу, так и жены повинуйтесь мужьям своим». Но апостол Павел в подтверждении слов апостола Петра или в один голос, в единодушии, так лучше сказать, говорит с ним следующее. «Но вы, мужья, любите так жен своих, как Христос возлюбил церковь свою». А как Христос возлюбил церковь свою? А он отдал себя за нее. Он распялся ради нас, человека нашего, ради спасения. До смерти и даже смерти крестной. Он пролил кровь свою ради стяжания церкви. Как мы с вами и поем на богослужении, «Утверждение на тебя надеющегося, утверди, Господи, церковь, и уже стяжал и си святой твою кровью». Поэтому апостол Петр здесь дает такое наставление, приводя еще и в пример известный нам с вами образ из книги «Бытие». Помните, как Сара называла Авраама действительно господином, как она повиновалась. Помним, когда она ей сказала Авраам, чтобы она назвалась сестрой, она так и сделала. Она рисковала своей честью. Помните, как Амрусим Диоландским исследовали книгу «Бытие». Он так и писал, что она готова была пожертвовать своей честью, дабы спасти своего мужа от смерти. Потому что знала, что в Египте люди, они имеют злой нрав, жестоковыйный, и они бы точно убили Авраама. И поэтому она в послушании Аврааму, как своего мужа, как и церковь, слушает Христа. Поэтому образу повинуется ему, и мы помним, что они выходят с честью. Здесь очень интересно, есть слова, сказано, что мужья, обращайтесь с женами своими, как с немощным сосудом. Вот этот прообраз интересен. Многие об этом знают, но я просто напомню, что в древности действительно сосуд здесь можно перевести, как тонкое, нечто тонкое сделано из стекла. Это были специальные такие пузыречки, небольшие вазочки, которые в основном стеклянные употреблялись для того, чтобы туда наливать мира, то есть благовоние. А это мир, оно было очень дорогое. Поэтому и сам сосуд, он был дорогой, но изящный, и в то же время хрупкий. И в этом смысле здесь апостол Петр как бы говорит, носите на руках жен ваших, мужья, так, как вы боитесь, если что-то надо, перевнести, и вы боитесь разбить, вот так вот обращайтесь с ними. Но женам, говорит, повинуйтесь мужьям, как и церковь повинуется Христу. Это очень важный параллель. Представьте себе, если церковь перестанет повиноваться Христу. Что это тогда будет за церковь? Еретическое сообщество, никак иначе. Поэтому, чтобы не было такого нестроения в семье, апостол Павел об этом напоминает. Много есть у отцов церкви. Например, в Макарии Великие об этом преподобный пишет, что другое украшение из нитей, где он говорит о том, здесь апостол Петр, что будет ваше украшение не плетение волос и ненарядность в одежде. И здесь преподобный Макарий упоминает, что оно совершенно излишнее. То есть различные украшения. Раньше была такая мода, когда вплетали в волосы золотые нити. И вот он о них пишет, что это излишнее. Если человек действительно волосы собрал, подобрал там чем-то, ну, чтобы был плечный вид. А другое дело вплетать в косички золотые нити, для того, чтобы покрасоваться. Он пишет, что это излишнее. И добавляет. Все это в наибольшей степени придумано дочерями Хама. Помним, что были хамиты, были семиты. Помним, когда... Да, сефиты, вернее. И после уже... Вернее, не совсем так. Когда уже вышли из Ковчега, то действительно сыны Хама, они говорят в Священном Писании Ветхого Завета, что они уделяли больше внимания внешней своей красоте, нежели потомки Симы и Афета, которые обращали внимание на внутреннее состояние человека. И вот здесь преподобный об этом так и говорит. Далее сказано, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. По этому поводу Бед достопочтенно пишет следующая цитата. «И наше терпение, благодаря которому мы выносим злых, и наша благожелательность, благодаря которой мы желаем добра своим гонителям, должны получить вечную награду. А наши гонители, если они не успеют покаяться, не сумеют и не успеют покаяться, должны получить достойную кару». И смотрите, как продолжает. «Если же покаются, то мы за их спасение, о котором мы молили, получим от Господа венец подлинного сорадования». Конец цитаты. То есть видим, что здесь говорит о том, что не воздавайте зло за зло, и если они покаются, то мы получим награду. Не покаются, они получат от Бога кару. Но наше дело следовать заповеди Божьей, а уже Бог будет судить человека, как и в какое наказание ему определять. Опять же, всегда говорим о наказании, как воспитательной форме, которую человек принимает от Бога. И этому учит нас апостол Петр, чтобы мы не воздавали зло за злом. Злом за злом. И ругательством за ругательством. А напротив, благословляли. И далее мы читаем 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Мы помним с вами в предыдущем послании, соборном послании апостола Иакова, этому вопросу апостол также уделял много внимания. Он говорил о том, апостол Иаков, что кто умеет обуздывать свой язык, тот умеет и обуздывать свои страсти. По этому поводу пишет святитель Кирилл Александрийский следующее зло языка. Цитата. «Ученик Христов говорил где-то, тот, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Послание Иакова 3.2. «Ибо много значит власть над языком, так что неспособность распоряжаться им, без сомнения, весьма тяжелая болезнь». Вот так. Конец цитаты. То есть человек, который не умеет обуздывать свой язык, по определению, свидетель Кирилла Александрийского, имеет серьезную, тяжелую, даже как он пишет, весьма тяжелую болезнь. Будем, братья и сестры, наблюдать за своим языком. Действительно, как пишет об этом апостол Иаков, на который здесь и дает ссылку святитель Кирилл, что тот языком мы благословляем и языком проклинаем. И никакое гнилое слово, как пишет апостол Иаков, да не выходит из уст ваших. Научимся обуздывать свой язык. Если захотим что-то там сказать ругательно, лучше воздержимся. Видим, что нам раз сказали, два сказали, три сказали, промолчим. Попробуйте. Вот всегда советую, как Господь говорит, испытайте меня, вкусите и видите, я как благ Господь. Вот попробуйте, поупражняйте. Это и есть аскетизм. Не отвечайте. Сказали, ну, промолчите. Еще раз сказали, еще промолчите, еще и заметите, как действительно, вот эта вот благодать Божия, она потом проникнет в жизни, в отношения, и все как-то изменится само собой. А наоборот, когда вы будете постоянно отвечать, вам слово еще, вам слово еще, ну, как же не ответить. Нас же учили в детстве, при каждой неудаче, давайте умеете сдачу, иначе вам удачи не видать. Вот мы и живем этой языческой пословицей, которая глубоко проникла в наше сознание. Поэтому Евангелие и апостол нас учат совсем другому. Не воздавать слов за зло, не воздавать ругательством за ругательством, но благословлять, потому что к этому мы призваны. Потому что, далее в 12 стихе так говорит, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделал вам зло, если вы будете ревнителем доброго? Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителем доброго? «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Действительно, так и Христос говорил в Нагорной проповеди. «Блаженны вы, если будут и гнать вас поносить за имя мое». Но именно за имя мое. Иногда люди путают, когда они страдают по какой-то греховности своей. Да, из-за грехи, в общем-то, получают наказание, как некая форма исправления от Бога. Но если за правду, а бывает такое, что делал человек, организовал там что-то, сделал целый просветительский проект, или курс, или еще что-то такое. Ну, доброе. Казалось, все ради Христа только и делал. И тут вдруг получил. Как есть такое интересное стихотворение. «Когда свои же надавали мне пороже, Бог стал мне ближе и еще дороже». Вот здесь нужно дорожить действительно Господом, и дорожить теми иногда наказаниями, которые мы получаем от Бога, а особенно если за правду Божию. Далее сказано, «Господ Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему упованию дать ответ скротости и благоговению». Интересный очень стих. Мы помним слова Спасителя, 15-й, который говорит о том, что не думайте, что вам говорите, и Дух Святой будет за вас благословать. И говорить. А здесь сказывается нет. Каждому требующему ответ дайте скротости и смирением. Нет ли здесь противоречия? Нет, противоречия здесь нет. Дело в том, что когда Спаситель говорит, когда будут вас гнать и поносить, когда действительно нас будут везти на судилище, там уже не надо готовиться к проповеди, и не надо готовиться к экзегет.ру, рассматривать стихи и тексты и Священного Писания, смотреть Отцов в Церкви, там уже совсем другое состояние. А здесь, для того, чтобы дать отчет скротости и благоговению своему упованию, подготовка, конечно же, необходима. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». То есть, видим, что обращают внимание на самое главное, на внутреннее состояние человека, «добрую совесть». Что значит такое «добрая совесть»? Что вообще совесть есть такое состояние? Или где она находится? Ава Дорофея говорит об этом, что совесть — это искра Божия, которая вложена в человека при сотворении. То есть, это естественный закон. Поэтому есть люди, испраженные совестью. О них тоже мы можем встретить в апостольских чтениях, когда апостол говорит, что люди испраженные совестью. То есть, это те люди, которые всячески подавляют закон совести, который им подсказывает, что делать. В этом смысле есть, говорят, «совесть замучила», но могут и люди совесть замучить. То есть, так ее замучить, и так ее заткнуть, чтобы она уже там и не молчала. Чтобы она замолчала навсегда. А вот об этом именно говорится, что люди с пораженной совестью. А апостол же Петр нас призывает иметь добрую совесть. То есть, добрую совесть, совесть, которая соотносится с заповедями Божьими. И тогда он говорит, все исходит, всякое доброе дело изнутри человека, и тогда люди, которые вас злослоят, они будут постыжены. Как он об этом сказал ранее, во второй главе, мы с вами помним, он говорит следующее, так что, да, ну, 12 стих, он здесь рядом, «и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злослоят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». И далее говорит, да, вот такие слова, да, вот 15 стих, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей». Да, то есть, не словом даже, а своей жизнью. Как сказано у апостола, что «вы письмо Христово». «Ибо, если угодно, воле Божией лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Действительно, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедным, быв умершвлен по плоти, он ожил духом. Вот это очень важное здесь указание, когда действительно мы что-то претерпеваем, нам кажется, что несправедливо, всегда будем вспоминать образ Христа Спасителя. Он тоже страдал несправедливо. За что его распяли? За то, что он больных людей лечил, за то, что он голодных кормил, за то, что он вообще пришел сюда, чтобы спасти род человеческий от греха, за это он был распят. Помните, и Понтий Пилат говорил, «Не нахожу я в этом человеке никакого, ничего злого». И другие говорили, «За что злословит тебя?» И недоумевали. И говорили, так Понтий Пилат и говорил, «Ничего достойного смерти в нем нет». Будем помнить это, что слова Христа, как он и говорил, что «Как меня гнали, так и вас будут гнать, как меня поносили, так и вас за что? Именно за добро». Почему? А потому что своими добрыми делами мы свидетельствуем о том, что мир зол. А людям очень не хочется идти ко свету, тех, которые погрязли в злых делах тьмы. Поэтому, как сказано, они не идут к свету, чтобы не обнаружились их дела, которые они, дела тьмы. Как и в другом месте апостол Павел говорит, то, что они делают, говорит, во тьме, то есть ночью, стыдно даже об этом и говорить. И люди не хотят грехом расставаться, а всякое доброе житие православного христианина это как кость в горле у этого человека. И поэтому здесь дьявол, конечно, будет этих людей подстрекать, для того, чтобы они были нашими гонителями. Далее сказано, что как Христос пострадал, был умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидающим их Божие долготерпение водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобно всему образу крещения, не плотской, не чистоты, а мытье, но обещание Бога другой совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесной Бога и которому покорились ангелы власти и силы. О чем здесь речь? Когда Христос воскрес, он сошел в ад. И это мы знаем, он там проповедовал духом. Каким же духом? Ну, во-первых, он вывел из ада всех ветхозаветных праведников, которые там находились до воскресения Христова на лоне Авраама, на более таком, ну, меньше претерпевали страданий. Но так как не было еще воскресения Христа, не было и такого понятия, как рая и царствия, не было и царствия Божия как такового. Поэтому, когда была поближена смерть, то Христос уже воцарился, и тогда он выводит оттуда праведников. Но не только. Максим Исповедник, между прочим, об этом пишет, можно и при желании найти цитату. Он говорит о том, что он проповедовал еще и тем людям, которые находились там в аде, именно ветхозаветным людям, которые, в общем-то, не могли принять Христа, и нельзя сказать, что они были праведники в полном смысле этого слова. Но Максим Исповедник пишет, они никому не воздавали злом за зло. И за эту праведность Бог их оправдал. И когда Христос сошел в ад, то им проповедовал, и они уверовали, потому что сердце свое и свой разум, они уже приучали к доброму делу, и они вместе с ним, уверовав, вышли из ада. Можно это найти, если хотите, у Максима Исповедника и более почитать подробно. Но вот интересно, есть еще цитата и толкование святого Киприана Карфагенского на 21 стих. Так как в нас ныне подобно сему образу крещения, не плотской, не чистоты, а мытье. Он пишет, «Наконец, сам Петр, также доказывающий и защищающий единство Церкви, передавал и наставлял, что мы можем спастись крещением через одно только единство Церкви. Ведь как при том крещении мира, которым была очищена древняя несправедливость, кто не был в Ноевом ковчеге, не смог спастись через воду. Так же и теперь невозможно через погружение в воду считаться крещеным, кто не крещен в Церкви, основанной на таинстве единого ковчега в Господнем единстве». Конец цитата. То есть мы видим, что здесь святой Киприан Карфагенский говорит о том, что всякое крещение, там, баптисты, адвентисты и прочие исты, протестанты и прочие, если оно вне Церкви, то это кунание в воду ничего не дает. То есть то крещение только действенно, которое совершается в Церкви. Потому что в Церкви преподается не только окунание в воду, но в Церкви еще предается благодать Святого Духа. Мы можем, если правильные формулы, есть в требнике для священнослужителей, такое правило, если в правильной форме было совершено крещение, например, у Литерана, во имя Отца и Сына, и Сына, и Дух, в три погружения, мы можем его признать как совершенное таинство покаяния. Но, тем не менее, этому человеку надо будет обязательно готовиться, обязательно пройти реабилитацию, обязательно впоследствии быть восприсненным в Церкви через таинство мира помазания. И то это такие вот крайние случаи, здесь ведется целое, у человека спрашивают, как это все было, но если это больше относится к таким, скажем, традиционным каким-то более-менее формам, в большем мере адвентисты и баптисты, они, конечно, принимаются в Церковь, если ранее не были крещены в православии, они принимаются через крещение, подготовиваются к крещению, и мы их крестим, потому как в этих направлениях не соблюдается даже вот этого правила трижды погружать во имя Отца и Сына, и Сына, и Дух, а чаще крестить во имя Иисуса Христа одним погружением. Ну, это такие очень важные вопросы, они касаются просто непосредственно моего служения и моего послушания, так как я провожу прием людей, отпавших от православия, по вторникам в Москве по высловению священноначалия при храме преображения Господня в Старом Беляеве. И вот эту мысль еще и снова-снова подтверждает историки при Анкарфагенский, который так и говорит, что те, которые были в ковчеге, они спаслись, а те, которые болтались в воде без покаяния, они тоже как бы омывались в воде возле ковчега, но они плавали возле ковчега, но и они и погибли. А ковчег, это всегда будем помнить про образ церкви. Итак, в третьей главе мы видим очень важные наставления, наставления семейной жизни, наставления о том, как нам выстраивать ее правильно, не воздавать злом за зло, и очень важное здесь есть указание в конечных стихах третьей главы о Христе, о схождении Христа в ад, проповеди там и о том событии, которое совершил Христос, выведя людей из ада и сев одесную Бога Отца в Царстве Отца Небесного. Отца Небесного. Отца Небесного. Продолжение следует...